и далее приветствую тебя торговая сессия среды традиционной нашей встречи обсуждаем технику фундамент смотрим на рынок с разных сторон для наших подписчиков и тех кто следит за нашим контентом это как дополнительная информация чтобы принять какие-то торговые решения если друзья вам нужна дополнительная информация но мне кажется что информация самое ценное что может быть чем больше точек зрения тем больше шансов что-то во всем этом многообразие мнений найти для принятия верного торгового решения сегодня кстати очень интересный день в плане содержания экономического календаря вот это выписывал отчеты которые точно стоит не пропустить во-первых это выступление кристин лагард но совсем скоро начнется чуть больше чем через час потом по статистике по штатам заказы на товары длительного пользования если ориентироваться на московское время в 15.30 по московскому времени далее потом через час запасы нефти в сша и самый потенциальный самый интересный повод опять же не хочу накаркать переоценить потому что по факту может получиться так что движения не будет но изначально самый интересный повод это протоколы последнего заседания американского регулятора они поздно вечером 21 00 по времени но опять же для тех из вас друзья кто следит за долларом конечно же такого рода фундаментальный фон я тоже за долларом слежу индекс доллара давно покупках и жду собственно теперь уже возобновление восходящей динамики и возвращение а уровнем 104 пункта 105 протоколы конечно же это по сути дорожная карта того что уже известно это то что это итоги заседания которое состоялось месяц назад и ну вряд ли они что-то новое привнесут потому что мы знаем что все голосующие члены за то чтобы повышать процентную ставку потому что большинство из них уверены что он проблемы с инфляцией она еще сохраняется и вот эти ожидания растущих эволюционных трендов они никуда не делись поэтому ставка в июне в июле будет повышена сегодняшние протоколы вряд ли станут причиной какой-то серьезной платильности на финансовых рынках я полагаю что доллар уже развернется опять же и оформит формации которая позволит нам говорить о возобновлении восходящих движений уже ближе к июньскому заседанию когда будут фактические решения уже и по сокращению баланса и по процентной ставки по этой причине кстати говоря ранее можно прийти к демонстрации одна из рекомендаций которую я транслировал было золото собственно by стопа с уровня 1857 долларов за трой скунсу вчера мы видели что почти был протестирован уровень 1870 но золото сейчас скорректировалась и находится вот на уровне 1858 действительно пока доллар замешкал и инициатива пришла к продавцам мы видим то что нисходящая динамика по доллару оказывает поддержку золоту потому что нисходящая динамика доллара как правило обычно связана также со снижением доходности американских облигаций и здесь два основных столпа опять же фундаментальной поддержки для золота потому что чем дешевле американская валюта тем соответственно привлекательнее золото для держателей других валют потому что все сырьевые активы номинированы в долларах и как бы становится дешевле что касается рынка облигаций то это традиционная конкуренция между золотом и трэжерис за эталонный защитный статус соответственно когда растут доходности облигаться они вроде бы как более привлекательны для инвесторов и рост доходности трэжерис обычно увеличивает альтернативные издержки владения золотом который не приносит цветного дохода и наоборот когда трэжерис снижаются золото растет сейчас идеально просто отрабатывает эта схема мы видим что действительно золото прямо на подъеме смотрим параллельно на кайман рыночных настроений который сейчас не стопроцентный сигнал который я обычно привык отрабатывать и на которые я обычно делаю ставку но сейчас действительно перекос который зафиксирован в пользу того чтобы восходящее движение было продолжено поэтому я жду то что золото на если не на этой неделе то в перспективе ближайших двух до заседания в общем американского регулятора может протестировать 1890 или даже сопротивление 1900 долларов за тройскую умницу поэтому то сделка которая была вчера она сохраняет свою точнее понедельник сохраняется актуальность так что касается рынка нефти я добавлю вам один момент то что сейчас ходят скажем такая информация китайцы китайцам советуют избавляться советуют бояться и хотят избавиться от американских облигаций на крыльоны денег и возможно альтернатива вот этим трижерам очень надежным ценным бумагам это золото и возможно за счет этих моментов получится летали последние последнее предложение плохо слышно сейчас нормально вот сейчас хорошо да 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 и ну по поводу того что китайцы возможно будут избавляться и скажем это повлияет то что они будут перекладываться золото как альтернативу и возможно это даст толчок для роста ну это скажем такая информация что будет по вербу да а как оно происходит вот как реально происходят вот эти крупные сделки по избавлению и у них там договора возможно ли это так просто скинь конечно когда мы озвучиваем краткосрочные и среднесрочные рекомендации это не значит уже друзья не нужно смотреть на долгосрока и бдить как бы видеть более значимые системные факторы ну и как правило на долгосрок адекватные грамотных фундаментальный анализ он может быть очень хорошим подсказчиком для принятия торговых решений я в целом на долгосрока тоже согласен что после того как ситуация более-менее стабилизируется опять же на передовую могут выйти вот такие новостные факторы как ты обозначил это когда будут искать альтернативы для размещения резервов а страновых будут меняться структура вот этих инвестиций будет возможно меньше денег уже в долларах евро больше в юанях золото и тогда в общем рынок подвижен конечно же и предпочтение центральных банков они также как и предпочтение инвесторов тоже могут меняться так что касается нефти 1000 то есть 111 но почти даже 112 долларов за баррель цельфия ближайшие 115 и потом уже 120 долларов за баррель причины роста как и раньше смягчение ковиных ограничений сейчас не хочется конечно же закапываться в том что есть нездоровые прецеденты роста числа заболевших в пекине уже но я думаю что все таки не будет когда у на потому что если уж пекин изолирует то это все там не просто двух трех процентов экономического роста китая не видать там будут нулевые показатели если даже и отрицательные но я надеюсь то что ситуацию возьмут под контроль быстро и не будет второго шанхая в общем а шанхай с 1 июня освобождается от локдауна соответственно стоит рассчитывать на восстановление экономической активности и рост спроса на нефти также сегодня данные по запасам их не нужно недооценивать потому что сейчас признать ситуация сша из-за дефицита топлива и бензина дизельного топлива вчера буквально сша мистер абайден обсуждали возможность продажи дизельного топлива из федеральных резервов а потому что в некоторых штатах уже режим чрезвычайного положения вообще невозможно заправиться из-за дефицита топлива только лишь социальный транспорт получает топлива как к вот и знаешь и соответственно намерение подать стратегические запасы бензина и дизельного топлива доказывает что но топлива настолько не хватает что в конечном счете этот дефицит может очень сильно ударить по структуре общей мировой спроса и продолжения и неплохо поддержать рост цен на них тем более что а сейчас ну не то чтобы сейчас день памяти в эти выходные по моему сша и потом стартует сезон отпусков автомобильных поездок соответственно спрос он вырастет еще значительнее стоимость топлива еще сильнее скакнет я буквально три месяца назад когда констатировал уровень по стоимостью топлива бензина сша там были цифры 37 доллара за галлон и это казалось уже вот а потолок дороже уже не будет сейчас бензин идет по цене четыре с половиной доллара за галлон стоимость дизельного топлива превышает 6 и 3 доллара за галлон это это нонсенс дизельного топлива напоминает друзья это принципиальнейшая вещь в грузоперевозках и логистике поэтому еще одна подводка почему инфляция она точно будет расти потому что инфляция с одной стороны этот роста цен на товар и услуги он обусловлен тем что производители предприятий компании все эти издержки перекладывают на плечи нас с вами обычных потребителей так работает мировая экономика и рост инфляции неизбежен как бы долгосрочная идея почему я все-таки верю в рост доллара потому что с инфляцией будут агрессивнее бороться агрессивнее повышать подсветные ставки и так далее а что касается рынка нефти сегодня я почти уверен что запасы будут со знаком минуса как нефти так бензина в целом дистиллятор нефтепродуктов и это может стать источником еще большего интереса к этому рынку и еще более выраженной восстановительной динамики ну и ждем конечно же саммита и с в конце этого месяца будем следить как и все за обсуждением очередного пакета санкций потенциальных эмбарг на поставку российских углеводородов так еще одна сделка в прошлый раз была доллар канадец с стопом на отмерке 1.2850 но к сожалению она была сокрыта по стоп-лоссу прорвался вверх доллар против канадца и пока что новых рекомендаций по этой валютной паре не будет еще хочу подсветить возможности по паре австралийцев против доллара сейчас котировки 0 7108 и сравнить с тем что произошло сегодня по новозеландскому доллару когда резервный банк новой зеландии повысил процентную ставку на 0 5 до 2 процентов и в моменте мы увидели рост почти на фигуру заседание резервного банка австралии состоится меньше чем через две недели в первой декаде июня по моему 7 или 8 июня соответственно на этом заседании ставку также сто процентов повысит я допускаю что даже на 0,5 процента потому что текущая ставка она на мой взгляд в австралии не соответствует тому уровню на котором она должна была быть с учетом последнего роста инфляции инфляция в австралии превышает сейчас пять процентов поэтому нужно вмешиваться я думаю что резервный банк австралии поступит по аналогии с резервным банком новой зеландии и возможность какая здесь можно дождаться коррекции в район 0 70 50 это кошка by limit оттуда купить с целями уже 0 72 0 73 и я думаю что эта сделка точно принесет результаты особенно если вот продлится более долгое время коррекция по индексу американской валют поэтому сегодня нефть продолжаем покупать золото в лангах и австралиица тоже дождемся хорошей точки входа на мой взгляд это уровень 0 70 50 и открываем анги по этому активу питались но у тебя и у меня нет доступа момента давайте пройдемся по инструментам принципе по стрельском доллару согласен с тобой смотрится здесь на рост в принципе неплохие неплохую зону выстрел вчерашний минимум об дубить могут и не добились текущих и уйти в рост что не смещает по всем инструментам которые касаются антистрийского доллара Фунт доллар, евро доллар, индекс доллар. Начнем с евро доллара. Он, в принципе, всем зеркальный инструмент. Напомню, что было в прошлый раз и позапрошлый раз. Я советовал покупать данные инструменты. Мы показали неплохой какой-то коррекционный рост. Но на текущий момент затрудняюсь сказать, что дальше будет. Но те, кто ранее покупал, они заработали. Здесь желательно, скажем, избавиться от этих на 80% и на 70% покупок. Закрыть, зафиксировать, потому что здесь, возможно, назревает какая-то коррекция вниз. Будет ли она какой-то глубокой, в район 0,6 или, так скажем, пониже. Или, возможно, продолжатся дальнейшие движения на обновление исторических минимумов, которые были в мае. Аналогично по индексу доллара мы будем писать на WaiHai. Поэтому здесь нужно, скажем, наблюдать дальше. И если будут появляться какие-то сигналы, то уже по факту возможно прогнозировать дальнейший рост или снижение. На текущий момент, ну, практически сегодня мы уже, вот, азиатская сессия и текущее начало европейской сессии, ну, практически 70% дневного движения мы отработали. И, возможно, дальше будут какие-то качельки здесь. Поэтому, вот, возможно, возможно, 50 на 50. Поэтому я здесь пока вне рынка каких-то новых идей по индексу доллара, евро, франк, фунт и так далее. Фунт даже есть такие мысли, что он, вот, вчера достаточно сильно скинули. И, если кто желает, возможно, заширтить данный инструмент с текущих 1.25.30, стоп-лоссом за вчерашний хай. То есть это 1.26.10, условно. Там даже можно с корочеством сработать, даже за, скажем, за текущий, сегодняшний ночной хай. Это в районе 25.80, потому что сделка достаточно рискованная, но возможная на укрепление доллара. Поэтому пока вот по вот этим мажорным инструментам возможно как коррекционные движения, так и продолжение укрепления валют против доллара. Что касается нефти, аналогично я с тобой в прошлый раз говорил, что я тоже за покупку, что, возможно, мы все-таки будем добивать цели, которые ты говоришь, 120 или будет снижение вниз, то есть с текущих. Потому что мы никак не можем пробить что по VTI, есть такая зонка 110, что по Brent. Кстати, вот нефть сейчас достаточно очень близко, что LAT, что VTI, практически доллар растет, да, полтора. Нету большой такой корреляции. Поэтому здесь тоже сложно сказать. Дальше можно находиться в покупках, но аккуратно, кто покупает за вот эти минимумы локальные, там ранее 108, потому что если провалимся с текущих, то есть куда дальше падать. Золото аналогично, как и евро-доллар и другие инструменты, ранее напомню, говорили в понедельник, на прошлой неделе покупать данный актив. Мы неплохо отросли. Продолжится ли данный рост с текущих или тоже будет какая-то коррекция, тоже сложно сказать. Нужно понаблюдать. Каких-то новых идей по золоту не вижу. Нужно те покупки, кто ранее покупал, они точно так и евро сокращать, оставить чуть-чуть и уже смотреть, что дальше будет происходить. Дальше. Что касается S&P 500, здесь я в прошлый раз говорил о покупках. То есть мы покупали где-то в районе условно 39-39 плюс-минус. Мы где-то вот здесь находились, чуть выше на текущий момент мы находимся. Со стоп-лоссом за 38-40, где-то в этом районе я ставил стоп-лосс. И на текущий момент я продолжаю, в принципе, такую рискованную позицию набирать по поводу возможного роста S&P 500. Хотя пытали даже вчера скинуть, снова откупили. Поэтому кто не купил пантелик, можно попробовать с текущих купить. И со стоп-лоссом за вчерашний минимум это в районе 38-60. Возможно, у нас затянется какая-то коррекция поглубже, в район 41-00. А там уже дальше по факту посмотрим. И была альтернатива здесь, селстоп на пробой 38-50. Тоже можно выставить, если будем проваливать достаточно сильный уровень поддержки. То, как мы уже обсуждали, у нас есть куда падать. То есть это в район 35-00 и возможно ниже. Поэтому рискованно рассматриваем покупки по S&P 500. То есть это будет на сегодня единственная такая торговая рекомендация. Ну, возможно, еще нефть добавить, я уже сказал. Но обязательно со стоп-лоссами. Поэтому покупаем S&P 500 с надеждой на какой-то рост. Какой он будет локальный или среднесрочный, время покажет. Ну, и еще был комментарий по доллар-рублю. Пока он находится на том месте, где практически он был и понедельник. Но чуть-чуть там, возможно, укрепился на несколько рублей. Уже многие начинают, как я уже сказал в прошлый раз, акцентировать внимание, что для некоторого бизнеса это невыгодно. И для экономики в целом укрепление рубля. То есть это должен быть баланс. И это сбалансирован хотя бы вроде 70-80 плюс-минус. Это более-менее нормально. Такое сильное укрепление, оно давит на некоторый бизнес. Поэтому я думаю, что здесь какие-то, возможно, будут и словесные интервенции Центрального банка и так далее. Что-то будут делать, чтобы ослабить рубль. Поэтому в такой среднесрочной перспективе я вижу с текущих плюс-минус укрепление рубля. Ну, все может быть, конечно. Можем видеть там 30. Пока у меня... Спасибо, Миталь. Спасибо за твои сделки, за рекомендации. Следим. Тогда, соответственно, обсудим в следующий раз, как и что там будет по финансовым активам, по рынкам, какие изменения произойдут. Напоминаю, что сегодня еще протоколы, друзья, это очень важное событие. Надеюсь, будут какие-то движения, но особо иллюзий не питают. Жду уже июньское заседание американского регулятора. Вот там уже доллар активно поедет. И еще пару отчетов будет до конца недели. Ну, в общем, рынки интересные остаются. Давайте тогда работать по тем трендам, которые сформировались. Латкальные подсказки вам даны. И будем следить, держать руку на пульсе. Спасибо тебе, Виталий. Пока, удачи. Пока.